Все твои друзья играют в GTA 5 и другие крутые игры, а у тебя на них не хватает денег? Тогда скорее заходи в мой магазин и покупай самые крутые игрушки реально за копейки. Ссылочка в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня у нас сумасшедшие моды в GTA 5. И это глобальный мод, который меняет физику всех автомобилей в GTA 5, всего транспорта. И сейчас мы с вами посмотрим, как же она изменилась. Я думаю, что вы уже прямо сейчас сразу же видите все вот эти изменения. Насколько теперь иначе работает подвеска машины. Именно вот подвеска, мне кажется, это самый... Вы посмотрите, насколько она начинает раскачиваться. Ну не было же такого никогда раньше. Посмотрите, мнется трава и как ходит подвеска у машины. При том, что это модовая машина. Сейчас мы посмотрим еще и на других с вами, на стандартных каких-то машинах. Но не было такого никогда. То есть машина всегда была такая более деревянная, что ли. И подвеска у нее никогда не отличалась какими-то там суперходами или чем-то таким. А сейчас, посмотрите. Практически не отрываются колеса от земли. Ну если только мы не делаем вот таких вот вещей. Также, посмотрите, повреждения тоже изменились. Повреждения тоже стали другими. Но на повреждения у меня стоял другой мод, поэтому я не могу в точности сказать, этот мод повлиял на повреждения или не он. Не знаю точно. Ребят, ссылочку на этот мод я оставлю в описании под роликом. Если не забуду, конечно, разместить. Но постараюсь не забыть. Постараюсь оставить. Потому что я думаю, что многим он понравится. И многие захотят попробовать его у себя на компьютере, на своей GTA-шке, со своими модами и так далее. Так. Давайте возьмем какую-то более стандартную машину. Может быть, будет, так сказать, более показательно, что ли. Потому что вполне вероятно, что вот с модовыми машинами оно, ну, не все прямо идеально работает. Поэтому давайте сделаем что-то, что-то более стандартное. Так. Для этого, наверное, возьмем какую-то оффроуд машину. Нам главное нужно, именно чтобы были ходы подвески большие. Как вариант, можно взять, да, в 106х6. Так, здесь тоже. Здесь тоже должны быть ходы подвески классные. И что еще? Даже не знаю, что еще взять. Ребел, а может быть. Так, ну давайте пока на этом остановимся. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка, давай, заканчивай, заканчивай. Ребята, если вам нравятся моды, и вообще вы хотите больше, чтобы выходило всяких интересных модов в GTA, то обязательно ставьте лайк под этот ролик и не забудьте подписаться. Вот смотрите, даже он садится в машину, когда она немножечко качается. Итак, смотрим. Видно, как отрабатывают амортизаторы. Так. Сейчас попробую съехать. И попробую так, ну, на небольшой скорости это сделать. Блин, вы посмотрите. Ни хрена себе. Вот не знаю насчет вот этого, насколько это было реалистично, но... Но я вам скажу так, раньше такого точно не было. Раньше машина себя по-другому вела абсолютно. Потому что на этом... На этой дапсте у меня была другая машина, но как бы настройки это те же самые были. Но она вообще не переворачивалась. Тем более вот так вот, через вперед, но такого точно не было. Нафигеть просто. И она действительно... Она знаете что? Она даже ехать начала по-другому. Именно вот этот вот момент ускорения, момент старта, он совершенно другой стал. Смотрите. Прямо резкое такое ускорение происходит. А потом, как будто она замедляется. Как будто... Ей действительно тяжело ехать. А вот сейчас в горку тоже это очень заметно. Нет, куда же ты слетел-то? Надо было тормозить. Ну-ка, 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 ну-ка. Те, кто смотрел мои внедорожные испытания, когда я испытывал различные машины и делал такой сравнительный тест. Ребят, вот нужно было поставить сначала вот этот мод. Но он очень прыгучий стал. Вот что хочется сказать. Прямо... Ну, может быть, даже слишком сильно прыгучий. Хотя у него, посмотрите, у него настолько мощная подвеска, настолько мощные амортизаторы, что вполне себе он может действительно себя так вести. То есть, отрабатывать настолько сильно вот эти неровности всякие. Может быть. Всякое может быть. Поэтому это очень интересно. Вот даже крыша начала мяться. Если раньше, ну, типа, ты убивал машину, там, крыша особо не мялась. То есть, сейчас даже крыша офигенно мнется. Так, давайте вот эту теперь протестируем. Так. Блин, было сейчас прям вывешивание. Сейчас попробую еще раз диагоналочку эту поймать. Вот, смотрите. Офигеть. Ну, за счет полного она, конечно, вытаскивает. Обалдеть. Слушайте, ну, совсем по-другому машина себя ведет. Я не знаю, просто будет ли это заметно на видео. Может быть, и не будет видно какой-то прям колоссальной разницы. Но надо вам, в общем, попробовать. Ну, кто хочет, естественно. Потому что это, это, блин, реально круто. Стало, ну, все машины, я так понимаю, стали более прыгучими. Прям совсем изменилось поведение машины. Вот, смотрите. Так, ну-ка. Прям качается на подвеске, ребята. Офигеть просто можно. Действительно, такого раньше не было. И машина себя... Ну, они как бы похожим образом вели, но не так. Вообще не так. Посмотрите. Просто там встала на подвеску и всю дальше продолжает колбасить, всю и качает. Офигеть просто. Так, садись. Это сегодня твоя машина. Садись, поздравляю. Так, сейчас попробуем прокатиться по дороге здесь. Блин. Разбился чуть-чуть. Тихо-тихо, тормози. Давай, поехали. Сейчас прохватим по дороге вот здесь на скорости. Посмотрим, как она себя ведет. Как бы по асфальту особо и незаметно ничего. Вот именно на бездорожье, как вы видите, ну, серьезные различия есть. Именно вот в том, как подвеска отрабатывает всякие неровности. Просто посмотрите вот здесь сбоку. Бах! Прям колеса, они вот действительно стали, ну, я не знаю, как будто по-настоящему, да, они как прилипают к асфальту. И машина, то есть колеса в разные стороны фигачат, а машина едет ровно, то есть так, как и должно быть. Нет такого, что машину колбасит, как сумасшедшего вместе с колесами. Слушайте, ну, совершенно иначе-то. Вы посмотрите, каждое колесо отрабатывает по-своему. Просто офигеть можно. Да, ребят, это очень круто. Это очень крутой мод. Вот, не знаю еще насчет повреждений. Это как бы мои старые остались повреждения, или это именно с этим модом вот они поставились. Так. Что, диагоналочка опять? Или нет? Или просто он не может выехать? Как-то тут непонятная ситуация. Такс. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну нет, здесь слишком маленький перепад. Просто смотрите. Чикс, прям аккуратненько. Ну это очень круто, ребят. Это серьезно, это прям... Это офигительно. Гораздо больше теперь удовольствия от, так сказать, езды машины. Гораздо больше удовольствия теперь. Потому что она, ну, совершенно по-другому едет. Совсем. Если раньше, ну, как бы было достаточно прикольно здесь и по бездорожью покататься, и все такое, то теперь это стало действительно, ну, не знаю, каким-то реалистичным, что ли. Очень-очень прикольно стало. Я не знаю, мне кажется, даже система полного привода как-то теперь по-другому отрабатывает. Как будто он не сразу постоянный, полный, а типа подключаемого, что ли, стало, или что такое. Офигеть, конечно. Давайте, знаете, как сделаем? Еще раз говорю, что постараюсь не забыть и оставить ссылочку на этот мод в описании под роликом. И было бы круто, если бы каждый из вас, кто его поставит, написал свой отзыв. Ну, типа, вот мне понравилось вот это. Мне понравилось вот это. Это было бы действительно офигительно. Офигительно. Такс. Изаз не может выехать. Да ладно. Да давай газуй, ты че? Газуй, здесь практически нету никакого такого прям крутого подъема, чтобы не заехать. Но здесь, конечно, очень круто, да, здесь... Здесь вряд ли получится. Но даже тут, посмотрите, она шлифует и почему-то не может заехать. Хотя, опять-таки, напоминаю, ну, посмотрите, здесь нет какого-то суперкрутого подъема. Чего ей мешает, я не могу понять, но чего-то мешает. Так, ну что, ребят. Я, наверное, дальше продолжу тестировать, чтобы посмотреть, что здесь еще поменялось. На этом, наверное, этот ролик будет закончен. Если вам понравилось, и вы хотите какого-то продолжения, еще какие-то интересные моды, тогда обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, отправляйте ссылочку на это видео своему другу, и всем пока!